в Севастополе проходит очередной четвертый уже фестиваль Шансону моря. Сегодня у нас в студии учредитель фестиваля Светлана Малахова, председатель жюри фестиваля Елена Утесова-Палашик и президент фестиваля Александр Панчик. Итак, Светлана, особенности нынешнего фестиваля. Все-таки четвертый фестиваль это уже не раскачка, это не начало пути, это уже определенные наработки творческие. Да, четвертый фестиваль это, конечно, уже по сравнению, хотя у нас все три фестиваля прошли великолепно, вот четвертый, я вам хочу сказать, мы, наверное, привлекаем какие-то другие новые силы. И в этом году особенно, я, например, считаю особенностью, к нам приехали ребята, которые выступят на галоконцерте Лондон-Хилл, да, это ребята, которые обладатели призовых мест и премий, и песен моря фестиваля, который проходил у нас тоже в Крыму на Золотом берегу, и участники «Х-фактора», и... Украина мы имеем в виду. Украина, нет, голос Украины, да, финалисты, полуфиналисты, и в этом году они приехали в качестве гостей к нам, в качестве поддержки, и обязательно исполнят песни в нашем стиле душевного лирического жанра. И я полагаю, это молодой состав уже будет интересен не только для молодого поколения, но и взрослого, потому что границы нашего жанра, это вот всеобъемлющие. — Елена, в Ваших руках судьба всех участников этого фестиваля, фестиваля-конкурса. Какие критерии, по каким критериям жюри будет определять рейтинг того или иного исполнителя? — Я не могу сказать, что только в моих руках. Жюри будет многочисленным. Но единственное, что я могу сказать, что таки да, будет все справедливо. Я за это боролась много фестивалей, именно боролась. И, наконец, я победила, и теперь действительно будет побеждать тот, кто наиболее талантлив. Тот, кто имеет все возможности побеждать и внутренние, и внешние. Понимаете, потому что песня — это хорошо, когда она доходит до нашего сердца. Вы понимаете, вот если тот, кто наши сердца поразит, тот и победит. И я, ну, в принципе, я желаю всем огромной удачи. Я желаю всем победы. И, знаете, моя бы воля, да будет так бы, чтобы все победили, но так не бывает. — И все же, Елена, вот есть некоторые номинации, текст. Поскольку фестиваль авторской песни, тексты, музыка, исполнительское мастерство, душевность. — Вы знаете, однажды я была приглашена, меня пригласил Иосиф Кобзон на замечательный конкурс «Звезда Иосифа Кобзона», который проходит в Донецкой области, в жюри. И вот у него я научилась правильному судейству. В принципе, вот не было такого, что вот давайте вот вы выступали, выставлять оценочки за то, как он выглядит, а за то, как он вот споет, а как он скажет, а как этот. Нет, оценки выставляли, все было просто. Собирается жюри и говорит, выдвигайте кандидатов на третью премию, выдвигайте кандидатов на гран-при. Когда выдвинуты все кандидаты, общим голосованием выбирается тот, кто победил. Вот и все. Так все просто. — И победит лучший. — Конечно. В таких условиях победит, такие лучшие. — Александр, все-таки авторский фестиваль, авторский фестиваль, фестиваль авторских песен и в Севастополе проводится достаточно много и по Крыму, и по югу Украины. Какова особенность шансонного моря? — Особенность. Особенность, я думаю, что, во-первых, это лирика, это немножко не похоже, хотя, ну как, похоже на все, как бы, но это душа. Вот для меня, как бы, как художника, что когда человек исполняет эту песню, я вижу картину перед собой, я вижу этот сюжет, который он нарисовал где-то внутри себя и теперь отдает людям. Вот как бы вот так. Не просто, ну, о чем-то там песенка, там, съем пирожок, сяду на пенек, а человек, который, вот у нас в этом году, она 4 года уже, Ирина, ой, Арина Жданова, которая с Оренбурга приезжает, она замечательный поэт, она замечательный музыкант, она прекрасный исполнитель. И вот ее песни, она привезла вообще новую песню, они со Светой будут они петь дуэтом. — Премьера. — Премьера песни «Подруги». Я думаю, что она тронет всех, от малого до великого. — Еще один вопрос. Мы знаем достаточно много примеров, когда талантливый композитор, талантливый исполнитель сам стихи не пишет. Ну, не лежит у него душа, есть у него друг-товарищ, и получается тандем. То есть один человек пишет стихи, вкладывает душу, другой помножает ее, множит на свою душу, на свои таланты исполнительские. Очаровывает публику, и вот вам в номинации победитель. Дело в том, что вот я как сам пишу музыку и стихи, общую, ну, как бы, много жизней, как бы, писал в этот стол для себя. Однажды я познакомился с Малаховой, Светланой Малаховой, в ресторане, я был оператором. — Вы описали нашу ситуацию. — Да, вот это то же самое, что я сейчас отвечу так. И когда меня попросили сыграть, говорю, я пишу песни, и наш покойный друг Игорь Балакин записал музыку, я понял, что вот единственный человек, который может то, что я пережил в своей жизни, исполнить и показать, и донести до людей. Вот как бы я ответил на вопрос. — Поэтому композитор, если песню он отдаёт, то он не отдаёт кому попало, он отдаёт человеку, который может это исполнить. Или он её продаёт, и тогда он от неё отказывается. Вот, то есть у нас такая ситуация, Александр пишет, пишет, исполняет как автор-исполнитель, я исполняю, ну, бывают вместе корректируем что-то вот. — Ну, много очень делаем вместе. — Елена у нас, допустим, она всё делает сам, она и пишет и музыку, и тексты, и автор-исполнитель ещё. — Да, как бы. У нас вот такой тандем. — Кстати сказать, поскольку я, чтобы доказать, что я пишу сама, я хочу всех пригласить такими словами. Я написала стихотворение, я не буду всё стихотворение читать, я прочитаю последнюю штрафу. — Вчера вечером. — Да, вчера вечером так родился такой хорошо подготовленный экспромт. Шансон у моря — гавань для мечты. Мои хорошие друзья, коллеги, просто любители душевной чистоты. Добро пожаловать на наш шансонный остров. — Площадка «Ракушка» на Приморском бульваре. Город богат очень хорошими концертными залами, где можно было бы развернуть шоу «Шансонного моря». Почему избрана для гала-концерта вот именно этот участок Приморского бульвара «Ракушка»? — Вы знаете, вот у нас уже четыре фестиваля. Один у нас состоялся на площади Нахимова. Все эти годы нас поддерживала администрация культуры. Конечно же, первые два фестиваля мы сотрудничали с Сергеем Бурштейном. Сейчас наши пути немножко, творческие пути разошлись. И в этом году у нас тоже была предоставлена площадка «Акпамарин» по договоренности. Но так получилось, что нам отказали по знакомым для нас всех причинам. И мы хотим заявить о том, что независимо от того, будут у нас платные залы. Конечно, это определенные материальные затраты. На них нужны или спонсоры, или какие-то денежки для того, чтобы снять, арендовать зал и выступить. Мы знаем, что в нашем городе залы очень дорогие. Это проблема не только для нас, а для больших звезд. Но я хочу сказать, независимо от того, если у нас даже в последующих фестивалях будет платный зал, для нас престижно каждый год для фестиваля «Шансону моря» отработать в ракушке. Потому что это самое историческое место. Это самое красивое место. У нас песня называется на Приморском. — Зажглись фонари. — Зажглись фонари. То есть должно быть во всем сочетание. Каждый год, независимо от того, какой у нас будет престижный зал, где-то, возможно, мы будем работать в других платных залах. Опять же, для поддержания бюджета фестиваля последующих «Шансону моря» мы обязательно будем работать каждый год на ракушке для наших любимых севастопольцев и гостей города. Обязательно. В Севастополе стало уже как-то так традиционно, что на хороший бардерский фестиваль или фестиваль авторской песни обязательно приезжает мэтр со своей уже давно наработанной программой, хорошо раскрученной песней, полюбившейся публике. И весь зал ему подпевает, и коллеги его, и конкурсанты эту песню все знают. И жюри приходится очень сложно. Вроде вот публика-то как принимает мэтра. А тут дебютант с песней, которая впервые звучит на сцене. «Шансону моря» как сочетается присутствие мэтров, гостей и дебютантов? Просто могу сказать, мастер-класс. Когда выходит Шифутинский, Успенская, будем говорить, наши кумиры, то я думаю, каждый молодой человек или пожилой человек, кто в творчестве молодой, все равно. Конечно, понятно, что где-то около, где-то к этому стремиться надо. То есть есть цель, есть гора. Вот как любое, что надо ее взять. Я думаю, что это очень здорово. Вы знаете, вот такие песенные конкурсные фестивали, для чего они создаются? Ну, у нас конкурсный фестиваль. Первый день конкурсный фестиваль. Вот он будет проходить завтра в Балаклазском центре культуры Досугова в 12 часов дня. Мы приглашаем всех, кстати, на конкурсный день. Будут интересные исполнители. Для чего это делается? Конкурсанты в данный момент, это начинающие новые имена, несущие свое новое творчество. Вот такую свежую струю в творчество уже, наверное, добавляющие струю в творчество мэтров. Конечно, на нашем фестивале тоже будет замечательный исполнитель. Но это, знаете, как конкурсант должен видеть, к чему стремиться. Для этого и нужен человек, который добившийся уже значимых вершин. Мы, как называем, гость фестиваля, специальный гость фестиваля. Поэтому у нас приезжает Володя Черняков. Песни, о которых вы уже, Володя, говорили, у каждого на слуху. Это, допустим, поющий в Терновнике или за друзей поднимаю бокал. То есть конкурсант, приезжая на такой фестиваль, должен видеть, что перед ним уже человек состоявшийся. Его уже показывают. Это медийный человек. Это медийный человек, да. Это медийный человек. К чему надо стремиться? Для чего эти конкурсы? Для подрастания и для того, чтобы человек видел, к чему стремиться. И может быть через много-много лет, а может быть буквально через 2-3 года, добившись каких-то успехов, он тоже может стать членом жюри этого же фестиваля. Только этого надо добиться. И звездой, конечно. У нас звездой, да. Ну, в общем-то, конкурсы – это не просто ступенька роста. Это жизнь. Понимаете? Это жизнь, где они… Вернее, это школа жизни. Они учатся жить по законам шансона. Понимаете? А фестиваль «Шансон у моря» – это вот, понимаете, жизнь в какой-то венной степени. Почему? Потому что сюда приезжают люди, которые истинно любят песню. Хорошую песню. Шансон в хорошем смысле этого слова. Я желаю вашему творческому коллективу, коим является оргкомитет «Шансон у моря», чтобы буквально через несколько лет загорелись у нас новые звезды эстрады, новые звезды песенного жанра. И они бы все говорили, уже став мэтрами. А дебютировали мы в «Шансоне у моря» в Севастополе. Удачи вам. Удачи. Спасибо большое. Большое спасибо.